Особые слова благодарности и поздравления нашим дорогим ветеранам. По всей стране для них устраивают персональные праздники, парады прямо под окнами и небольшие концерты. Глава городского округа Фрязина Дмитрий Воробьев совместно с волонтерами поздравил участника Великой Отечественной Александра Филипповича Тимофеева. В годы войны воздушного стрелка на штурмовике Ил-2. Его боевая задача заключалась в уничтожении позиций противника и помощи наземным войскам в продвижении вперед. Александр Филиппович награжден медалями за победу над Германией, за боевые заслуги и за взятие Кёнигсберг орденом Отечественной войны второй степени. Для меня День Победы это самый главный и самый нужный и самый заслуженный праздник. Таких праздников никогда не было и надеюсь, что больше не будет. Потому что этот праздник, который олицетворяет нашу великую победу, которая дала жизнь нашему государству, сохранила нам христианскую веру и дала возможность людям существовать, решить работать на благо нашего государства. Поздравление принимал и Серафим Захарович Усков. В годы Великой Отечественной он воевал на Западной Украине. После войны Серафим Захарович был призван в действующую армию, награжден медалью за победу над Германией. В День Победы поздравили и участника Великой Отечественной войны Ивана Ивановича Жучкова. Он сражался на Первом Украинском фронте, прошел от Полтавы до Берлина, освобождал Вену. Награжден орденами и медалями, в числе которых за взятие Берлина, за взятие Вены. В свои 98 лет Иван Иванович продолжает активно участвовать в жизни города. Он следит за музеем боевой славы в лицее, который основал вместе с женой и проводит там экскурсии. 9 мая на Аллее Героев глава городского округа Фрязина Дмитрий Воробьев, Иван Иванович Жучков, депутаты, семьи участников СВО, молодежь, минуты молчания почтили память тех, кто не вернулся с фронта и возложили цветы к бюстам героев Советского Союза. Несмотря на то, что акцию «Бессмертный полк» в традиционном формате отменили, многие жители Фрязина пришли на торжественный митинг с фотографиями своих предков, участников Великой Отечественной войны. Я пришла со своей дедушкой, прошутиной Софьей Павловной, которая прошла всю войну. Начиная с 18 лет, она сама добровольцем пошла на фронт. В течение войны она спасала жизни наших бойцов. И под Веной в Бецаббате спасла 154 раненых бойца, за что сразу получила боевую медаль за боевые заслуги. Этот памятный день я не могла пройти мимо. Это мой свекр, отец моего мужа. Он прошел всю войну, дошел до Берлина и только в 1946 году вернулся с фронта. А почему? Потому что он освобождал концлагеря. Это была жуткая картина. Он не любит об этом рассказывать, не любил. Но тем не менее, немножко он нам рассказал. Награжден многими орденами и медалями. Вот такой достойный Роман Терентьевич прошел свой военный путь. Для жителей города была подготовлена концертная программа. Работала полевая кухня. Еще одной праздничной площадкой стал Фрязинский лесопарк. Здесь звучали песни военных лет. Также были организованы интерактивные площадки, мастер-классы, фотозона, книжная выставка. Евгения Корытько, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.